Всем привет, бандиты и вольные сталкеры. С вами, как обычно, я, сталкер-баннерщик. Это мой персонаж в Люге Гем. И сейчас мы находимся на Южном острове. Охотимся на мутантов. Это вторая часть нашего видео. Охота на мутантов. Мы будем охотиться здесь, на белых медведей, и переходить охотиться на других мутантов. Бесов мы уже убили, нам остались брутеры, ведуны и отверженные. И будем туда-сюда бегать и выживать. Сейчас увел из-под носа этих двоих белого медведя и добыл шкуру. Блин, вторая шкура уже. Нормально так. Вы смотрите это вторая, как бы, часть. Вы видите это видео в другой день. Но я выживаю именно в тот день, в котором мы начинали первую часть проходить. Жалко, я этот момент не писал. Прям зачетно получилось. Меня еще потом убили. Думал, ну все, сейчас шкура выпадет. Ну, шкура не выпала. Все-таки маленький шанс был. Теперь мне эту шкуру нужно дотащить до моего колдовщика. Но они меня караулят, блин, злодеи. Я у них уже какого медведя из-под носа вытаскиваю. Поэтому мы сейчас зарядимся, подготовимся и перейдем на флюги Генхаймена. Он у нас по окрестностям бегает. Пойдем посмотрим, что там с ведунами. Фармит их кто-нибудь, не фармит. Нам нужно 25 штук настрелять. А тут, когда более-менее спокойно будет, мы тогда отсюда свалим. Да, тут хорошо сделали. Поставили теперь охрану. Если на костре, допустим, зажать могут, здесь зажать не могут. Как только ты краснеешь по той или иной причине, тебя охрана стреляет, выкидывает. И ты там сможешь в любом случае отмыться. В общем, удобно сделали. Не знаю, почему на костре так не сделали. Ну, логично. Может быть, все-таки оставили одно место такое, а одно-то такое. Ну, может быть. Может быть, это и правильно. Ну что же, ладно. Мы заряжаем магазины. Так, что у нас? Птечка, да, сейчас за аптечками нужно сбегать. И передвигаемся на окрестности. Вот мы уже и на окрестностях. Ну что, пойдем посмотрим, как там ведуны поживают. Мне больше всего интересно, фармит кто-нибудь. Нет, если не фармит, то нормально. Тут отсюда, наверное, ближе с перехода бегать, чем от грешковца. Ну, когда тебя, если убьют. Надеюсь, они меня не убьют, но если вдруг убьют. Поэтому, да, наверное, будем отсюда бегать. Мне нужно убить. Продолжаем, да, выживать. И продолжаем. Вот, кара небесная. 22 ведуна. 22 ведуна убить. Они тут по 6 или по 5 появляются? Не, по 6. По 5. Ну ладно, в общем, где-то примерно в таком. Я их не так часто фармил, не помню сколько. Ну, 5 точно. Посмотрим. Если здесь не особо будет комфортно, мы пойдем на выселки. Ну, а почему бы и нет? У нас уже темнеет в зоне, но погоду не выбираем, поэтому как повезет. Интересно, что за награда будет за этот квест. Ну, мы посмотрим, поживем. Ну, и, конечно же, не стоит забывать, что мы время от времени будем переходить на Южный остров и пытаться охотиться на медведей. Если они там третьего бойца не подтянут, то, в принципе, у нас все комфортно получается. Так, ладно, мы подбегаем уже к витунам. Не видно нифига, но я надеюсь, что-нибудь доузреем. Что-нибудь доузреем. Хотя в такую погоду можно, да, побежать на этих пещеру, к бандитам. И там брутар, пока шмарит. Но я именно не в пещеру бандитов имел в виду, а в пещеру паука. Но я там, наверное, не буду брутаров фигачить. Их можно убивать даже обычных, ослабленных. А ослабленные вон там на поверхности бегают. Так, ну что, ведуны? Я вижу ведунов. Вон они. Вон, да, ведун там? Или дерево? Дикозно. А, нет, тут кто-то фармит. И можно с ним договориться, конечно, типа, ты лутаешь, я по квесту. Давай сейчас залезем один разочек. О. Блин. Сейчас мы с ним попробуем добазариться. Ну да. А, тебе их пиу-пиу. Ха-ха. А, мне тоже. Ну тогда лан, тогда я пойду, не буду ждать. Тут на одного мало ведунов, а на двоих-то, блин, вообще не хватит. Ну что, тогда мы сейчас перебазируемся. Да. Перебазируемся в деревню белых. А, четыре штуки тебе? Слушай, ну тогда можно. Четыре. Давайте хотя бы немножко дров. Если четыре, тогда можно остаться. Один респ. Подожди, вообще, как долго тут респ? Не знаю. Посмотрим, в общем. Я-то не любитель особо вот этого ждать, но мне сейчас нужно. Я сразу прохожу два квеста. Неспокойное кладбище. А вот один появился. Один есть. Он будет ждать весь респ? Или так, грохлит? Вон он внизу. Тегачий. Или тут не надо полный респ ждать? Я не знаю, как тут сейчас. Сам давно не фаррил. Так, чисто мимо, когда пробегаешь, видишь, я иду, да. Пострелял, побежал дальше. Как-то так. Так, ему, значит, еще троих. Ну что, подождем, конечно, пусть их он убивает. Мы заодно посмотрим, как они быстро-небыстро тут появляются. А убежать куда-нибудь в другое место мы всегда успеем. Правильно? Тоже верно. Пока магазины можно зарядить. У меня полупустые магазины. Мы сейчас этим и займемся. Так, ну что? Я тут зарядил магазины. Ни одного что-то видуна не появилось. Че ты какая-то лажа? Зря, наверное, на этого убивали одного. Нелюбители я так долго ждать вообще не люблю. Валим-ка мы отсюда. Да, пойдем лучше грутеров и всех остальных постреляем. Плюс патрон заодно купим. Ну что же, наша дорога лежит тогда. Может быть, на гурман заскочить? А что нам там ловить на гурмане? Нет. В сторону деревни Белых, короче, бежим. Так, а как, наверное, лучше тут обойти через ученых? Там, вжик, вжик, точно. Ну и можно как раз квесты какие-нибудь по дороге взять. Ну что же, двинем. Увидимся тогда уже там на подходе. Так, ну что? А мы уже ученых. Сейчас зайдем. Убьем бляка, наверное. Да, бляка нам нужно убить, но не ради языка. Хотя ради языка тоже можно. Его убить надо ради того, чтобы просто убить. А, там уже кто-то стреляет. А, нет. Подожди, это вроде бляк появился. Ну, когда заходишь, там, посылки такие. А, нет. Тушка не стреляет. Что, по квесту вам парит? Ладно. Новичок, наверное, ему квесты гурмана не будем мешать. Мы своих бляков убьем. Подумай. Нам-то это не сложно в пещере сделать, если что. Ну, и в следующий раз заскочить. А ему сложновато. Видите, там даже его кто-то страхует. Так, вот мы опять на южном острове. Пришло время убивать очередного медведя. Но, перед этим, надо шкуру, шкуру нести. Колдовщик у меня там стоит. Я вот думаю, может, второго кулащика осоза вести, тут поставить. Ладно. Попробуем добежать. Надеюсь, там около костра никого нет. На шкуру потерять не хотелось бы. Она все-таки подороже стоит, чем голова. Поэтому пойдем через пазу. Если что, раз, безопасочка. Сейчас выносливость накопим и двинем. Да, нужно пока зарядить магазины. Очередной мишка на подходе. Окол костра сложнее, конечно, медведя увезти у двоих или более человек. Только у моста проще получается. Там пространства побольше. А тут все рядышком. Но ничего, мы все равно будем пробовать. Мы не отступимся. У нас уже в загашнике две шкуры. Хотя нет, пока одна шкура. Пока эту шкуру не донесся, это не считается. То есть, по факту, у тебя ее нет. Ты можешь ее потерять и все. Вот когда она у тебя будет уже в безопасном месте, тогда да, можно считать, что у тебя шкура есть. Ну что, пойдем? Постранить никого нет. Стоят. Он стоит спиной. Слепошары. Поэтому все нормально. Ну что, сейчас перекинем шкуру нашему кладовщику. И все будет в шоколаде. Ну что, шкуру перекинули. О, второй нарисовался. Так, скоро должен появиться медведь. Но пока он не появился, друг друга, в принципе, не стреляет. Может, свободно бегать. Вот главное, когда появится. А так, можно мимо друг друга пробежать и не выстроить. Карма. Будь она неладная. Если бы не было кармы, стреляли бы тут направо и налево. Но из-за кармы стреляем только в таких важных моментах. Ну что, время еще есть у нас. Можно сбегать за детальками и посмотреть. Два транзистора, две шкуры, две головы. Уже есть. Это сколько у нас получается по деньгам? О, где-то два с половиной ляма. О, два с половиной ляма. Ну нормально. Мне это проще. Они вдвоем фармят. Ну, соответственно, двоих делить надо. А я-то один. Все, что заработаю, все, что добуду, все мое. Поэтому я даже в плюсе. С фармантра. Ну и теперь хабара я стал меньше терять, так как у меня появилась колдовщика. Раньше бывало. Там с такими детальками бегаешь. Ну там одна-две лежит, думаешь, а ладно, не буду перекидывать. Все-таки это время занимало и опасно. Соответственно, часто теряли. все эти детальки. И очень много денег уходило. Никуда, можно так сказать. Теперь я вообще почти ничего не теряю. Очень удобно. А с недавних пор появился тут колдовщик. Не знаю, надолго-ненадолго, но можно мясо сдавать, шкуры. кстати, эти фиговины. Вот, трансформаторы. Нормально тоже. По хорошей цене принимают. А мы, кстати, сейчас пойдем и сдадим. Ну да, пока мишка еще не появился, можно сбегать. Давай, сходим. ой, патроны, патроны, клача. Экспансивки я выкинул. Беспонтовые, короче, это фигня. Не знаю, каких тут мутантов нужно стрелять с этими экспансивками. Студни, что ли, только. Может быть, на них они и нормально. Но вот на обычных таких мутантов, ну вот собаки, медведи, блин, беспонтовые. Обычный патрон в разы лучше. Ну, прям заметно. Заметно. Он сейчас бегал, стрелял с экспансивками. Сейчас, в предыдущем годах. В общем, такое себе. Раньше действительно экспансивный патрон, ББшный, там, обычный. Имел, блин, свой вес. А сейчас? Зачем мы тут все патроны? Все равно же не работают. Все бегают с обычками. Не, ну кто-то может бегать ББшкой. По мне, обычный патрон на данный момент не хуже. Так, я сейчас тут пробегаю, блин, медведь убежал. Надо уже бежать. Да мы же не можем просто так собак оставить, правильно? Да мы зря их убивали. А вдруг у него там какие-то детальки сейчас подберем. Не, если кто-то бегает. Хотя я только что смотрел, но вдруг бежит. А вдвоем короче мстить идут. В одного короче не вывозят. Вдвоем таки видели, бегут. Выкусите. Ха-ха. Ах, ты не успел. Мы как раз от медведя отвлекли. Надеюсь, они его не убили? Да, нет. Он еще не появился. Ну, вот тут встали. Будем стоять. Так, а, нам еще погреться надо и перекусить. Ну, это тоже можно сделать. Плюс челюсти пока перекинуть. Ну, как вариант, пока медведь не появился. Так, теперь только аккуратно надо отмыться для начала. О, да, точно, а то немножко зацеплю кого-нибудь и сразу покрасили. Не так давно они меня на респе зажали, правда. кривый неумелый я потом выбрался, но все равно. Давай, давай, стреляй, краснеем. Радио деталь потерял. Так, ну ладно, это мелочи. Мы сейчас перекинем. Вроде кажется 8 челюстей там тдтп, но если так понемножку их терять, то и неинтересно будет. Правильно? Радио деталь я правда потерял, но это мелочи. Так, вот он мой колдовщик появился. Давай, поторгуем, так сказать. Так, ну что тут у нас есть уже в наличии? 121 челюсть, две шкуры, две головы, два транзистора, потом электродетальки, радиодетальки, ну вот, самое, что цены. В принципе, неплохо. В принципе, да, неплохо. Учитывая, что не так давно ходил на Тунгуску, все это скинул, буквально за пару дней неспешного времяпровождения. Так, скоро мишка появится, надо быстренько все это передавать. мясо тоже передаю, ну а что, потом продам его, копейка, рубль пережит. Так, че? Так, опа, стоп, а куда они делись? Неужели уже медведи грохнули, пока я тут передавался? В предыдущий раз я так и не понял, мы с ним тут воевали, в общем, один медведь увел куда-то далеко-далеко, блин, а один меня тут красно на рейс подержал. Вот я не знаю, в предыдущий раз они вообще убили медведя, нет? Я помню один раз тоже тут воевали, воевали, они по дурости свои медведя отпустили, а он же когда его отпускаешь, ну раненого так нормально, они вместо того, чтобы медведя убивать, меня стреляли, и он, короче, убежал туда на север, прям вообще в воду зашел, а вот если он убегает, он убегает вот далеко, его оттуда фиг достанешь. Туда прямо во льда, я вот видел, он еще там башка его торчала и он убежал, короче. И упустили которые тут бегают, они же и упустили. Сначала же надо убить, а потом уже с врагом соревноваться, кто добудет голову и все остальное. В общем, не по-умному сделаем. И вот я не знаю, предыдущий раз они убили медведя, а вдруг он так же от них убежал. И все. И тогда тут медведей не будет. Пока его не убьют, оттуда не выкарьют, он оттуда не появится. Но я смотрю, они убежали, да? Просто так бы они не ушли, они посмотрели по времени. Ладно, погнали на мост. Я тоже не знаю, потому что я не знаю, когда они этого медведя убили. Убили, не убили, они его никого знают. Плюс у меня кончились аптеки. Да, забыл купить немножко аптек. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Мы сейчас попробуем до плевка добежать. А надо посмотрим, есть тут что. Привет, чуваки, вам не холодно? Что, около костра может медведь не скоро появится? Вон они бегают, да. Убить они его не смогли убить, потому что мне пока стрелять нельзя, я покрашусь. А, вот они этого, блин, грохнули, короче. Блин, они передавали, что ли? В общем, убили тут медведя. Ах ты, злодей, я не успел, короче. А этого медведя они, походу, в тот раз забаговали. Неужели он на них опять убежал? И теперь тут не скоро появится. Ну, ничего доверить, пизер. Как говорится, дай дурачку в руки деревянный жезл, он и его разобьет. Вот так и этим. Ладно, рано или поздно он все равно отсюда выйдет. Но тогда нам тут ловить особо нечего, мы сейчас добежим до плевка, время только надо засечь, когда мишку убили. И останемся тогда, наверное, на мосту. Потому что, я смотрю, медведь не скоро появится. Не получилось двоих грохнуть. Такое ощущение, что они там что-то передавали. Да? Эх ты. Че он так, блин, убегает? Нет, че у него? Че-то есть, блин? Мне и подлечиться-то нечем. Ах ты. Как плохо это все. Не, может, правда, что есть у него? Че он так убегает? А куда побежал? На укрепку, да, наверно? Ах ты. Да нет, если что-то было, он бы со мной не стрелял. Ну да, наверно. У меня еще здоровья мало. Нам надо до плевка добраться окольными путями, а то без аптек-то не особо комфортно-то бегать. Но как дойти-то мы знаем. Поэтому дойдем. вон он, вон он, блин, я пока снял, это плохо. Но мы сейчас убьем кого-нибудь мутантика и все будет. Да у него ничего не было. Да он не стал бы с хабаром бьем. Ну, понятное дело. Так, нам срочно мутант нужен, а то у нас точка сохранения на костре сейчас нас грохнут. Да там могут зажать. Да. Где мутанты? Как нас никого нет. Собачки, кусь. Подожди, там мы никого не убьем. Ну да. О, зато мы бинтик подобрали. Это не мой бинтик, у меня бинтиков-то не было. Все кончилось. Да где вы? Да ну мутант. Куда все, как назло, собаки все подевались. И алло, вы че? А, вон собачка стоит. Сейчас я открою течение, умпу. Да, вот я попал в ситуацию красный и на костре. Надеюсь, тут никого нет, мы сейчас быстренько выбежим, кому-нибудь убьем. Главное, чтобы не зажали меня на респе. Это да. Какие темно-райки приходятся. Блин, ни одного мутанта. О, а вот и медведь появился. А они где-то там шарятся, может получить еще медведя убить. Надо только по-быстрому убить его. Я тогда отмоюсь. и может быть получится что-то добыть. Пока не там около моста труса. Давай, 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 сталкер, время, время. Есть. Я отмылся. И может быть сейчас медведя заберем. Давай, давай, быстрее. Вроде пока все удачно. складывается. Собака там, блин. У меня здоровья там мало. Не, ничего. Ну, ничего страшного. Зато увел все равно медведя. Того медведя они забрали, а этого не. Я думал, он забаговался у них. Тогда беру свои слова обратно. Не дурачки, но не особо умные. Так, вдвоем и не забрать двух медведей это вообще нонсенс. Ладно, время мы засекли и переходим тогда обратно на окрестности. Повоюем там. Так, ну что, я решил забежать сюда в лабораторию, так как мы тут и остановились. в предыдущий раз мы не убили пуляка тут. Сталкеры его убивали, я не стал им мешать. А в этот раз вроде никого. пучки по крайней мере есть, а бляк? Ух ты, ё-моё. Да ладно, меня бляк убил. Нифига, не получилось. У бляка ничего сделать. Ну давайте, может быть, язык вырежем. Отомстим, будет у нас такая маленькая месть. Нет, язык не вырезали. Ну что же, ладно. Нужно ещё одного бляка убить, но это в следующий раз. Теперь наша цель это пострелять брутеров и отверженных. Опа, хлам какой-то. Не успели. Ну что, мы уже подбегаем к деревне белых и я решил тут заскочить к специалисту. У меня с собой 52 лапки лучков. Нужно ещё 8 лапок. Мы сейчас быстренько настреляем и возьмём задание у ветеринара. Там, где нужно лапки принести. Как раз отдадим его. Может быть, даже и всё остальное выберем. Нам всё равно в эту сторону бежать. Так, ну где вы тут, паучишки? Так можно и кабанов заодно пострелять. Кстати, да. Но сначала паучки. всего двое, трое. Давай-ка. Во-во-во. Нормально, нормально. Побольше, побольше. Он один убегает. Эд, куда пошёл? Ну вот. Надеюсь, сейчас что-то будет. Ну нам надо чуть-чуть-то всего лишь. Так, всё, давайте посмотрим, сколько у нас. О, даже больше, чем нужно. Ну великолепно. Можно топать к белым. Вот мы уже и на базе. Так, давайте забежим сначала к Гатеринару и попробуем у него задание сделать. Не знаю, пора ли не пора. Так, может чем помочь? И вот просто я всё принесу. А, да, нормально. Принёс ингредиенты. 60 паучьих лапок. Пока всё. Отлично. Теперь ему ещё верлёк нужно настрелять и кабанчиков. Но это не проблема. Главное лапки. Ну и раз такое дело пошло, значит время подошло, можно будет ещё один заказ сойти. Так, я пришёл помочь, несомненно. Чистильщик 2 взяли. О, неплохо. Так, и давайте патроны купим. Патроны у нас закончились прям все. Давай тысячу возьмём. Тысячу нам хватит? Я думаю, да. Всё, погнали. Наша цель это брутеры и отверженные. Ту, подожди. Перед тем, как убегать, давайте мы всё-таки возьмём ещё насчёт фонариков, насчёт шапки и позвонить. Ну да, пусть они пока висят, если мы даже их сейчас не сделаем. Потом два раза подряд можно будет и с этим. Так, чего хотел, так позвони. Тогда усёк. Ммм, давайте посмотрим, какая у нас там репутация-то. По сектатами минус 400. Так, барыги понемножко опускаются, эти нормально. О, скоро в плюс выйдем. Красота, да и только. Ну что, бежим в сторону санатория. Там этих отверженных немерено. Так, крысу не надо у нас пока всё есть. Единственное, что надо, это зарядить магазины. У нас всё пустое. Ну мы сейчас останемся местным алкашом и там зарядимся как раз. И уже двинем дальше. Можно, конечно, без опаски, но здесь-то более-менее безопасно, ничего страшного-то нет. Тем более, он от мутантов будет защищать, если что. Ну да. Так, неважно, пока ещё нет. Так, я открыл, как там, кладу веранду, Виктор, ну почти. Ну вот, нормально. Так, ну что, заряжаем магазины и потом двинем дальше. И вот мы опять на Южном острове. Да, хочешь заработать на медведях, нужно следовать времени. Так, но у нас нету ничего. Ну, патроны есть уже хорошо. Аптек у нас нет. Нам сначала надо на мост сбежать. потому что первый медведь будет на мосту. Так, какой-то сталкер, но этого не знаю, этот у меня не стрелил. Значит, нормальный сталкер. Так, бежим. Да, нам до плевка нужно добраться. Взять сохранение на мосту, добраться до плевка, купить аптек. Пока можно консерву съесть, она немножко, немножко нам здоровья. И дождаться медведей. Потом забрать медведя, выбить, так сказать, из рук врагов. Но пока врагов я не вижу, муж они на мосту тусуют. Все, может. Ну, а после этого, конечно, разделать его на мелкие кусочки и добыть шкуру и голову. Так, отлично. Нам еще подшиться надо, но я думаю смысла сейчас нету. Опять будем воевать и все это убьется. Подшиваться надо тадакаты. Спокойно бегаешь, никто особо не стреляет. Теперь куда-нибудь идешь, допустим, к Артему подшился и пошел, чтобы рябинушку не тратить. Рябину, например. Пока еще нет, но он должен появиться, судя по графику по нашему, с минуты на минуту. Там бывает 2-3 минуты, разница. Мы как раз успеем зарядить магазины. Е-е-е-е-е-е-е, собака, собака за мной. Бежим. А, нет, за мной. Ну и прикупить аптеку. Тут, в принципе, для выживания ничего. Аптеки да патроны. Немножко еды, немножко воды. И все. Ну и свинца побольше, чтобы он выпадал в случае чего. А свинец, свинца у нас мало. Ну да ладно. Так. Немножко воды возьмем. Патронов. Сколько патронов? Ну давай тысячу возьмем. Тысячу хватит. И аптеку столько. Все. Нормально. И бежим караулить мишку. Врагов пока вроде не видно. И вроде вообще пока никого нет. Так что все хорошо. На аптеке купили. Постараюсь больше не краснеть. Но здесь около моста не страшно. Наоборот, даже прикольно. Потом откидывают. Раз. И появляются там, где медведь. Ох ты. Медведь тоже офигевает. Ну начинает. Так, вам собак не будем показывать. Не до них. Нужно понять. Вес? Нет. Сейчас, если получится, мы его сюда уведем. Вес. Ну да, мы здесь и будем его караулить. Потихо. Потом попробуем дырку вести. так надежнее. Мелкие крысы стрельнем. Пока спокойно стоим ждем. Во время я не должен ошибиться в расчетах. Значит, скоро скоро появится. Так, собака побежала на кого-то. Там какой-то сталкер идет. Вон, вон, стреляет. Вон еще одной. Пойдем посмотрим. Может, нормально. Вон, убей. Ладно, не пойдем. По-любому выражены больше нет. Хотя нет, тут вон на костре стоял другой такер, и я его не знаю. Значит, Если меня не стрелял, нам с ним делить нечего. опять собаки побежали, видите. Кто-то пытается сюда пройти. Ну, ладно, с вами ждем, отсюда-то мы медведя увидим. Да, должны увидеть. Только холодно. Одежда убитая в хлам. И холодно. чтоб кливку сходить. Мне интересно, кто там бегает. елки встанем. О, так я вообще замаскировал с меня. И закидываем пока патроны. Но скоро нам придется греться. Главное в этот момент не укусить медведя. Да, пока будет греться. Так, что, медведи, что ли, сагрят? Там было шлеп-шлеп. А, могло бы воно сталкивать. А, нет, такого не знаю. Тогда можно особо не прятаться. Пусть он лучше меня видит. Ну, да. Не, спрячемся за деревом. Так, ну, судя по времени, медведь уже должен был появиться. Значит, сейчас нарисуется с минуты на минуту. Если все правильно насчитал. А то в предыдущий раз такой сумбур был. А я уже начинаю понемножку замерзать. Мне греться надо идти. Лучше бежать. сейчас нельзя. 34 холода. Ладно, в крайнем случае мы рябину вкалим. Хотя с другой стороны уколы не стоит этого. как-то спокойно. Правда, я что-то неправильно подсчитал. Сталкеров других нет. вот этот сталкер бегает, постреливает. Не знаю, за медведем пришел. Так, 46 холода. Ну, что, тогда пойдем не к плевку, пойдем на мост греться. Так, плевку мы забежим, можем что-то пропустить. А тут все, на ладони открыто. Блин, может, медведи уже кошмарят. Безус. с другой стороны. Но мне в любом случае греться без этого никак. Давай, 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 быстрее, пропустим. Его же могут с другой стороны приманить. И все. И мы не увидим даже. а, это сталкер собак вот ты тоже тут стал то есть он как появится тебя сожрет собаки. боеприпасы. Боеприпасы. Так, ну что-то как-то нездоровая фигня. Медведь должен был уже давно появиться и что-то нет. Не проморгал ли пойдем на костер сбегать. Успеем мы? Да успеем. Туда-обратно сгоняем. Потому что по времени уже и на костре должен появиться. Точно, конечно, нет времени как они появляются. Плюс-минус там. Сейчас мы вот убежали. А он там раз прибежал такой а где стал и сожрал того, который собак режет. Ой, тут никого нет. Странно. нет пока никого. Ладно, здесь еще время терпит. Пойдем туда. Да, вернемся. Там все-таки раньше должно появиться спалой. Но смотрю, вражин нету, только вот сталкер незнакомый бегает. Поэтому давайте будем около охраны убивать медведя. Ну, попробуем пары. Не будем точку на мосту брать. Посмотрим. Если тут уже нет. да блин, беги быстрее к охране, сожрут ну вот. Ну вот. куда-куда-куда-куда в горы пошел, ну-ка возвращайся. А сколько 889 боевки? Его кто-то для меня стрелял? Да нет. Ну, как-то быстро мы его грохали, да? Еще упал-то как неудачно. Ладно, смотрим. Холодно, холодно, я знаю. Ничего. Кончились шкуры с головами. Ну, ладно. Время засекли. Появится следующее через примерно полчаса. И бежим на костер, там должен уже очередной появиться. Запишем только. Запишем время, да. И бежим на костер. ничего не добыли. А с другой стороны, если бы с каждого медведя все падало, то и головы бы столько не стоили, правильно? И шкуры, и все остальное. О, рисовался. Что, они убили тут уже? Или опоздали? Нет, пока еще мишки нет. Ну, и трупа не видно, да и не успели бы они убить. Вот смотрите, он куда побежал. Он на мост побежал? А, чувак, ты чуть пораньше бы появился. Просто по времени не подсчитали, поэтому так поздно пришел. Ну что, мы ждем очередного мишку. пока там этот типус будет бегать, искать мишку, а мы тут грохнем. Что, сожрали тебя собаки? Ну, беги еще раз. Может, через базу нельзя идти? его убьют. Да, медведи чуть-чуть сдвинулись и, по идее, сейчас должен появиться тут. я выходи давай под тапочек. Спит еще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Бежим, 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 бежим! Медведь! Медведь! Медведь появился, короче. А я тут бегаю в магазин и заряжаю, поглядываю краем глаза. Но, не страшно. Самое, что интересно, все оттуда разбежались. Ага. Туда на мост побежали. И пока никто не прибежал оттуда, мы сейчас попробуем медведя грохнуть и забрать. Они-то не знают, что я там убил. А по времени там первый должен появиться. Главное не профукать момент. И по-быстрому его грохнуть. Я куда пошел? Стоять? Так, чуть-чуть-чуть остается еще. Отлично. Поближе к голове. Ну что, выпадет что-нибудь? Не знаю. Вроде никого пока нет. Да, эти два медведя пустые. Но зато мы их забрали. И это хорошо. Время засекли. И можно возвращаться на окрестностях. Там нас ждут брутеры и отверженные. Ага. А на окрестностях уже утро. Да, незаметно время пролетело. Так, собаки, стоп, собаки нам не нужны. Хорош, хорош. Хотели по-хорошему. Заодно проходим квесты, которые мы взяли здесь, в деревне белых. Это убить мутантов и добыть их кусочки. Один квест дополняет другой, так сказать. Очень удобно одновременно делать. Но наша основная задача это брутеры. Это отверженные. И, конечно, скачать в пещеру к бандитам. Там должны у меня уже пластины прийти были. Которые мы не так давно купили. Получим загадочку одну. Так, все, тут мы собрали необходимое количество клыков. Нам остались только верлеки. Да, убить верлек и лапы достать. И все. Ох, я помню, раньше давно-давно. И вполне возможно, это неправда. Тут поле-то аномальное осталось. Я тут любил собирать подушки, резину, стабики, экраны. Тут их куча была. Альфа, бета. В этих полях. Там постоянно лазят. Ну, бэшек, конечно, поменьше было в разы. В основном ашки. Но ашки тогда ценились. Как нормальный артефакт. Можно было заработать. Вообще, отличное поле было. Сейчас, не знаю, тут есть что. Нет, да и Альфа-артефакт только разве что по квестам. Ценится. И больше никак. Так, нам же еще убить надо, оказывается. Я думал... Нет, все, вот теперь нормально. Убили необходимое количество. Пойдем. Отверженных покошмарим. А потом уже к бандитам соскочим. Я думаю, как-нибудь, может быть, на денек сюда забуриться. У меня как раз гроза есть. Проверите грозу в пещере. У паукана. Ну, понятное дело, не за пауканом ходить. Вот паучков мне тоже надо пострелять. А лапки мы уже принесли, нам чисто только пострелять. Все, убили необходимое количество. Вот, проверить, как они, насчет бляков, брутеров, гроза. Ну, в принципе, на бляках-то мы проверяли уже. Так, в пещере пофармить. Языки, кстати. Кости для полковника нужны. А то я вечно их покупаю, они хоть и недорого. Но я так подумал, что их покупать, когда можно на пару дней забуриться в пещеру и пострелять этих брутеров. Тем более, у меня-то висит веревка. Я могу через веревку пройти с той стороны зайти. И зайти прямо в ущелье, где этих брутеров полно. И прямо не вылазить там сидеть. Взять психу про запас. Ну, на всякий пожар. Костер. И сидеть там, короче, их кошмарить. Думаю, прям идеальный вариант. Заточить ножик прям так нормально. Ну, как-нибудь соберемся, наверное. Сейчас загадки сделаем. Вот мы на месте. Надеюсь, отверженных тут достаточно. Никто их не убил. А ну-ка, выходите. Где вы тут прячетесь? Прикинь, никого. Надо толпу собрать. Так удобнее стрелять. Да, видать, их тут недавно постреляли. Ну, я думаю, мне хватит. А мне-то много-то не надо. Чуточку сейчас. Набьем. Так, 14 из 25. Еще 11 штук пострелять. Ну да, мы можем пока к бандитам сходить. Посмотреть, что там за пластины. Как будто я их не видел. В общем, получить и отдать ему. А на обратном пути, когда будем отсюда уходить, они еще появятся. Постреляем. Тоже верно. Тут Боров против зомби. Есть такое неплохое задание. Я тоже его выполняю, когда здесь бывают. Кстати, сейчас мы его и сдадим. Ну и другие сталкеры, наверное, так же делают. Ну вот. А ровно 10 осталось у нас. Даем, пусть бандитам заскочим. Вообще, в пещере нужно аккуратно ходить. Бегать не рекомендуется. Я пару раз в текстуре влетал. Когда бежишь на большой скорости, поворачиваешь, проваливаешься. Поэтому лучше аккуратненько ходить. Давно бы уже немножко расширили пещеру. Ну, чуть-чуть проход больше сделали. И все, и люди бы не влетали в текстуре. Так, ну что, мы на месте? На месте. Давайте сначала сбором. Так, я пострелял отверженных. Пока. Да, квест очень даже неплохой. У бандитов на 50 увеличивается. У сталкеров уменьшается. У охотников увеличивается. У военных уменьшается. Но самое главное для меня, по крайней мере. Сектантов не трогать. Ну, денег-то ничего не дается, чисто так. Опыт. Возьмем? Да, конечно. Так, открывай хранилище. Тут должны быть посылки мои. Вот они. Раз. И два. Три штуки, чтобы загадку нам сказать. Раз. Два. Дороговато загадки получаются. Я чувствую даже те три ляма, которые в финале вроде должны дать. Они, если и окупят, но в ноль выйдут. Ну, ладно. Мы же ради интереса. Пластины тебе принес. Все три. Пластины. А, кидай на ящики. Что, загадку тебе загадать? Ну, вот тебе такая. Четыре уха, два брюха. Что это? Владей и радуйся. Ага, покедова. Закончить диалог. Ну, что нам дали что-нибудь? Семьдесят тысяч. Семьдесят тысяч. Семьсот всего лишь. Опыта поддержки. И ничего не дали. За некоторые квесты дают награду, за некоторые ничего. То есть, по-разному. Отлично. Собиратель загадок. И в итоге у нас осталась двадцатая загадка. Самая последняя. И она как раз на аэропорту. Это железный человек. Нервный стимулятор есть. Тридцать электродеталей. Все. Можно сказать, собиратель загадок мы сделали. Но по факту да. Кара небесная. Давайте вернемся. Убьем отверженных. И пойдем искать брутеров. Хотя, что их искать? Ну, мы все равно пойдем их поищем. Так, ладно. А что нам с патронами тут? Патроны. А давай-ка возьмем еще немножко патронов. Да можно и техобслуживание оружия провести. Этот сталкер у меня ремонтом не любит заниматься. Не в том смысле, что не любит. Не умеет. Не дорос еще до этого. Поэтому чиню так. Не страшно. Все-то возьмем. Ну и одежду, наверное. Все, больше нам тут ловить нечего. Можно, конечно, убить еще этого должника. Ну да ладно. У нас сейчас другая задача и цель. Поэтому бежим за отверженных. И скоро уже на новую землю опять идти надо. Да, что-то последние два медведя безголовые были и без шкур. Но пофармили так в принципе нормально. Это же вторая часть видео. Есть еще первая часть, где мы начинали так же бегать по новой земле и по окрестностям и там фармили. То есть в общей сложности две головы, две шкуры. Да, две головы, две шкуры и две радиодетальки. Ой, не радио не так. Два транзистора. Так. Но маловато. Хотелось бы голов побольше. Но тут как повезет. Мне кажется, все-таки это не о неделе зависит. Иногда бывает прям сыпется с каждого медведя. А бывает нифига. Сталкер отверженных обыскать. Что, с них что-то падает? Я раньше помню аптечки с них падали. Может было нормально так. Патроны. То есть можно было не покупать, а просто выживать так. И я даже пробовал так выживать. Получалось. Но это было давно неправда. Сейчас все завязано на очках торговли и на всем остальном. И так в свободной зоне что-то добыть очень сложно. Есть там пару-тройку мест где где можно, да, что-то добыть. Ну и на этих местах сталкеры и тусуют. Ну, кто-то смотрите еще отверженных разделов. Так, за брутерами я не хочу пока идти в пещеру. Хочу посмотреть подойдут ли обычные брутеры. Вот тут около санатория их тут полно. Они и вверху бегают и внизу. Мы сейчас пробежимся посмотрим. Но, насколько я помню, да, тут подходят любые брутеры неважно какие. Брутер он и есть. Правильно? Ну, давайте уж проверим, чтобы точно. Если нет, то поймем пещеру. Так, а что у нас тут перекусить? Жареная крыса пока нам не нужна. Все остальное можно. Заходить не будем. Там у нас ничего особо не лежит. Вот им за на было вывозить. Че с ним бегаю? Второй им за. Хочу на гурман все внести, все никак. Прорвемся. Магазин так толком полностью не зарядил. Но здесь брутеров-то не особо много. Мы сейчас часть постреляем, потом зарядим магазин и еще часть постреляем. Как раз там сталкер навлутается отвершивая. Да и мы пойдем туда. Нам еще 10 штук надо убить. Хотя если останется 2-3 штуки, мы можем отсюда сваливать около гурмана гром. Еще же ведуны. Но ведуны пойдем за ведунами на выселки. Я думаю, на выселках там никто не фармит. Все-таки далеко. Обычно он около летающих камней там ждут, да, сталкер. А выселки может быть кто-то там и есть, но шанс то, что мы найдем там ведунов шанс большой. И вот там мы их поубиваем. Ух ты, куда залез, чувак? Ну-ка, своди. Да, эти брутеры подходят. Ну, еще бы они не подошли, это же брутеры. Тут оптики, конечно, не хватает, но ничего, скоро мы купим. Еще немножко. Летят самолеты у нас. Я сделаю, получу транзисторы, все. Здесь Хабар снова земли переправлю, продам все и куплю у себя все, что хотите. Пока так. Ну, потом мы еще вниз спустимся, там внизу тоже брутеры шарятся. Как раз пойдем в сторону лесопилки, ну, точно. и в сторону выселок, и там по дороге еще постреляем. Вон, стоит еще один. Так, это ромашка. Я думаю, валерьяна. О, вот еще один пишет. А вот, семерых убили. Чем мы траву не собираем, она тоже пригодится. Так, ну что, отреженных пока на потом оставим. Да, раз мы уже туда пошли в ту сторону, так и пойдем в ту сторону. Ай, блин, патроны, патроны. Отреженных мы же еще можем любить пострелять. А, все-таки валерьяна нашел. Я так и знал, что будет валерьяна. Ну, раз респ травы пошел, трава, видите, выросла и там, и сям, и все. И валерьяна нашли. А валерьяна, как-никак, 90 тысяч. Ну, 85, где-то так. Так, 80, 25. О, куча травы. Может быть, еще одну найдем, но две валерьяны вместе, это, конечно, было бы зачетно. Нормально мы так травы насобирали. Так, ну что, вниз пойдем? Кто это там? А, это ты. Да, нам нужно спуститься вниз. Нам было там спускаться. Ну, ладно. Там у нас паучки водятся. И побегать тут еще внизу пострелять. Их тут достаточно. А в пещеру тогда не пойдем. Да, я думаю, местных брутеров хватит нам за глаза. В пещеру в следующий раз. Ну, и скоро надо искать укрытие, где мы оставим этого сталкера и пойдем на Южный остров. Да, время-то подходит. Минут через пять надо будет уже сваливать отсюда. Поэтому я хочу до костра добежать. Ну, то есть, вернуться обратно. По дороге пострелять брутер и добежать до костра, который около пещеры. Вот как-то так. все равно на пауков нарваться. И там остановимся. Почки чуть дальше, но мы туда не пойдем. По краю, по краю, по краю. Вот он. Вот он. Стоп, 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 стоп. Вот, вижу одного. Нам, конечно, дорогу надо выйти. Я вот не помню, где тут руки. тут сейчас на них на и не отстреляемся ладно давайте попробуем выйти на дорогу а вон еще так это что у нас ромашка 104 нормально лупит так уже привык к нему и почти в точку все да не почти а в точку бьет да и по урону он чуть чуть больше чем акм проходит опять ромашка где-то здесь может и валерьяна быть ну да там где растет ромашка там и утериана просто валерьяна появляется чуть реже чем ромашка так ладно кто у нас тут есть ну вот 12 штук мы уже накошмарили можно костру возвращаться а пойдем потихоньку безопасное место чтобы и аномалии и посмотрим глядишь здесь а вон еще брутеру точно иди к а вон еще один вот 15 из 25 осталось здесь не стрелять он еще один и не спускайся мы тебя так я сказал не спускайся а вот еще один так ну вроде больше брутеров нету подождем когда новые прибегут и еще раз заглянем нормально там уже отвержены прибежали а вон еще один брут можно кстати на санаторку сбегать там постоять ну да там и патроны если что заедем купим если что и блин пауки а отбились а вон еще один да пойдем на базу там отдохнем и останутся у нас по факту там чуть-чуть убить и тех и тех и ведуны но ведуны наверное тоже следующий раз я планирую сейчас на южный остров попробовать убить еще двух медведей и на этом сегодняшнюю ходку заканчивать ну а там как карта ляжет не знаю как повезет погода конечно классная фото на память сделаем да и пора уже на южный остров там же зарядиться надо так что доскочим здесь я должен достаточно ну вот мы можно сказать и безопасность магазин на все разряжены но патрона хватает тут мы можем даже и аптечки прикупить хотя нет у меня все есть от валерья но можно будет скинуть он на санаторий никаких следов шрама поэтому все шрамы ищем все никак не найдем когда-нибудь и найдем так все тут безопасная зона остаемся около костра отдыхать и переходим на южный остров вот мы на месте так сначала нам нужен мост да судя по моим записям сначала медведь на мосту должен появиться мы все равно проверим так чё у нас там с магазинами заряжены заряжены почти все заряжено так ну бежим на мосту мосту уже должен быть по идее собака отстань от меня вторая собака давно никто тут не прибегал значит ну что в гроте сталкеров пока тут не видно посмотрим что тут попробуем его около охраны убить если конечно увидим первые собак вижу ну тут непонятно появился он может его уже убить собак дофига никто тут давно не стрелял мы не будем начинать так в общем станет нет здесь далековано не успеем добежать если что а ему здесь а вон не он стоит блин это дерево но бывает он появляется и стоит рядом и не поймешь что ли блин дерево то ли дерево конечно мозг бегать рест взять потом если что перебить но пока ставим тут а там видно холодно вещь то есть починил пока ух ты блин не успею добежать или успею нарисовался вы видели бля вот ты злодей хана тебе теперь бывает и так не успел не успел нужно давай беги 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 не 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 ты туда не ходи сюда ходи на поле стоять стоять ну-ка вернись ладно там и э э э э э э э не ходи там у мира не ходи туда умирать ты куда по блинам раненый поход вообще шульская так 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 а у меня выманил вы видели выманил у подача от охраны Фиг тебе Он думал сейчас сталкер за мной пойдет А я его там сожру Ага Но мы успели Ну что посмотрим Вытащим что-нибудь Нет Есть головка Белого медведя Так Теперь нужно накопить стамину Подлечиться И перекидывать сразу Да надо готовить кладовщика Так все Кладовщик стоит на месте Вроде рядом с ним никого нет Нормально Что удобно Кладовщик может смотреть Есть там кто нет Ай только не сожрите меня Великолепно Но кладовщик пока пусть стоит Сейчас должен тут медведь появиться По времени Да По времени Буквально с минуты на минуту Ну что же Мы пока заряжаем магазины И ждем его тут Голову еще одна добыли Это хорошо Вон он появился Мишка Ай-яй-яй-яй Бежим-бежим Голову ещеoks Впереди ну и посмотрим выпадет ли что-то не выпадет было бы неплохо еще бы одну шкуру добыть вместе с головой но облом вот такое ну бывает в любом случае из этих двух медведей мы одну голову вытащили так ну что кладовщик давай удачи а мы пойдем напоследок сходим продадим хабар у меня тут вот есть 200 кусков почти мяса три шкуры и три трансформатора не выкидывать же столько мяса копил копил я хочу на укрепку сходить и продать ну и там останемся на в принципе неплохо всем поохотились почти выполнили все задания следующий раз мы доделаем во еще одна шкура деньги то тоже нужно зарабатывать поэтому приходится на южном острове ну кому что нравится тут комфорт раньше я любил новую землю постоянно артефакты бегал собирать в принципе нормально сейчас что-то подзабил на это дело на артефакты найдешь ты их не найдешь а тут белыми собаки тут тоже будут радиодетали тоже кстати будет о мы сейчас бегаем еще радиодетали посмотрим по крайней мере сейчас они есть и никуда деваться не собирают артефакты найдешь не найдешь в общем такое себе не ну stalker бегают собирает но я немножко разлюбила вот охота как вариант плюс тут и особо не расслабляешься иногда стреляешь других сталкер иногда тебя стреляют в общем разнообразие есть не просто тупо белый бегаешь медведи там собаку пиваешь а иногда приходит и повоевать за свой хабар поэтому мне и немножко нравится в идеале вообще не воевать но такого зоне не может быть и где крутится деньги там по-любому все быстрее даже если ты этого не захочешь в тебя точно так ну вот купщику сейчас отдадим и немножко заработаем так шкуры во шкуры 23000 немножко патрона покупили трансформаторы кстати по 5000 вот 61 тысяч 500 патронов даже не 500 тысяч патронов кажется стоит 50000 но вот 10761 посчитай я купил все патроны в общем тут и немножко даже под заработать ну ладно пока еще не проверили детали пойдем сходим посмотрим я смотрю stalker тут не было то есть куда-то убежали никто-то пофарил немножко ушел тут дольше каждого свое время я все немножко под задержался ну ничего страшного в этом нету и учитывая что stalker что-то тут нету пойдем посмотрим детали поищем может быть напоследок еще транзистор добудет было бы неплохо ну и конечно не забываем убил собаку добудет челюсть вот еще местные жители йети никак не участвуют в этой цепочке ну то есть убил отрезал они по факту бесполезные тут существа даже можно сказать немного милые мимо них можно пройти они тебя и не укусит выпадала бы снегу что-нибудь путем и хотя бы по квестам было бы неплохо но на данный момент конечно такого нет еще надо подшиться ладно и что-то чемодан стальная пластина стальная это всего лишь стальная но ничего страшного и стальная пригодится ладно посмотрим что у нас есть интересное что-то одно радует никого тут не было если что-то лежит значит может быть не все собирать я лично что сыграть даже если потом не тема не нужна но я придерживаюсь такое мнение что нужно все подобрать чтобы потом нормально выпадал да ё-моё наконец-то систему расстрелял вот а если там что-то не взять допустим с того же самого ящик в следующий раз может какая-нибудь сигнявы это еще с падиков пошло не знаю верно это неверно суждение работать от тем не работает но даже если не нужно 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 все тут забирать поэтому я себя стараюсь так ну что то тут ничего особо нету ладно дальше посмотрим что у нас домах фото на память для истории фото на память для истории фото на память для истории а вон какой то ящичек сейчас собака спешит парка чумодан шарики мусорная панка так это хорошо значит тут что-то может не рождать на память для истории а патроны патроны кончатся да ё-моё stalker руки уже трясутся устал ну и давайте на этой ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю ходку действительно немножко подустал но ничего страшного бывает зато мы немного заработали но лимона 2 заработали все так в принципе особо не напрягаясь на этом все всем до встречи увидимся пока